всем привет спасибо как всегда говорю всем тем кто смотрит мои изумительные монологи кто пишет комментарии которые я читаю с большим интересом и тем кто оказывает поддержку материальную данному каналу всегда приятно ну а сегодня я опять-таки исполняю одно из пожеланий человека который написал в комментариях что хочет поговорить ну поговорить в комментариях наверное а увидеть в моих руках пластинку группы nucleus что касается пожеланий ваших я повторюсь что смотрите сначала плейлисты в плейлистах очень много более 300 роликов уже так что не исключено что пластинку которые вы хотели бы увидеть здесь она уже увижена и в плейлистах вы ее найдете но группы nucleus там не было а пластинки эти на полках у меня стоят замечательная команда ну для тех кто любит фьюжн оговорюсь сразу что я люблю джаз и многие джазмены меня наверное проклянут или отнесутся весьма скептически потому что фьюжн с точки зрения продвинутого джазмена это вообще не музыка это какая-то билиберда ну и какая-то такая попса скажем так условно да ну я ничего с собой поделать не могу потому что джаз я начал слушать с фьюжн музыки с джона маклафлина с чика корея группа return to forever и потом уже потом уже пришел к майлсу дэвису потом уже к электрическому да а потом уже стал опускаться 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 и одновременно подниматься 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 до красоты настоящего классического джаза а во фьюжн ничего плохого я не вижу кроме хорошего потому что но это такое направление джазовой музыки с использованием электрических инструментов приемов рок-музыки и глубже или не глубже погружения все-таки в рок ну интересно почему маховишна окестр ради плохая команда или те же самый return to forever разве это плохо по моему это очень даже хорошо ну пусть джазмены считают это попсой джаз изначально вообще сам был попсой в чистом виде потом уже пошло развитие так что ладно не будем это что касается фьюжн вот nucleus под управлением замечательного трубача я на карра английский коллектив существует с 1900 наверное шестьдесят девятого года первый альбом вышел в семидесятом вот этот авастик рок и анкар самоучка очень интересный человек большой поклонник маялса дэвиса написал книгу о майлсе дэвисе и в общем двигался примерно в том же направлении что и майлс в конце шестидесятых начале семидесятых годов и многие сравнивают пластинку эластик рок с пластинкой дэвиса in a silent way но при этом я анкар утверждал что in a silent way он в момент записи этого альбома не слышал вообще просто получилось похоже на мой взгляд вообще не похоже но это мое мнение своеобразное ну я для начала расскажу значит что это такое в семидесятом году вышел первый альбом nucleus и играли здесь музыканты самые такие продвинутые то есть я анкар соответственно труба карл дженкинс баритон габой баритон саксофон габой фортепиано хонор электропиано брайан смит тенор саксофон флейта крис спэдинг роковый гитарист абсолютно гитара джефф клайн бас гитара и контрабас и джон маршал ударная перкуссия ну как мы видим карл дженкинс и джон маршал это в будущем члены the soft machine и музыка nucleus она перекликается очень сильно soft machine мы просто очень сильно и последние годы я nucleus начинаю любить гораздо больше чем soft machine даже почему так я не знаю но как-то мне становится ближе и nucleus тем более что не тем более что а просто потому и не потому что я не знаю эта музыка мне ближе просто хотя soft machine очень много общего ян кар кар и дженкинс ушли после записи третьего альбома solar plexus который был уже мощным таким расширенном составе гораздо больше музыканты хороший альбом второй я все все про них расскажу вот после solar plexus группа практически прекратила свое существование ян кар остался один но что значит один он набрал музыкантов и других не выпустил альбом под названием беладонна который джазмены люто ругают все такой красивый он очень странный я по него расскажу отдельно но он стал дико популярным стал отлично раскупаться и янкар выплыл опять из небытия стал записывать пластинки дальше очень сложная вещь под названием лабиринт я к сожалению не так много но плюс хотя альбомов у кара весьма прилично ну по тем что есть мы пройдемся обязательно так вот вот эта формация в будущем из которой отпочковались мы из которой отпускать пачковались в будущем музыканты в сторону группы софт машин записала неожиданный британский фьюжн в британии никто не играл подобную музыку в принципе но бы были были там и там и и что проще но такого прямого движения в сторону музыки майлса дэвиса в сторону американского фьюжн как-то не был не было не было не было как-то это все осмысленно не было так ярко и целенаправленно а вот эластик рок он получился убойным и группа поехала в америку выступила на большом джазовом фестивале потом выступил в нью-йорке в джазовом клубе и бешеный успех бешеный успех американцы отцы основатели родители джаза и родители фьюжн они были знатоки это все в крови это все в мозгу приняли безоговорочно группу но группа вернулась в англию где тоже стала популярной вполне общем-то заслуженный потому что музыка интересная и когда начинаешь ее слушать вот первый альбом этот 70-го года ставишь иглу начинаешь слушать и понимаешь что дальше будет интересно дальше будет здорово что-то в этой музыке есть она она очень есть слушатели зрители на этом канале которые не любят когда я говорю музыка честная так вот эта музыка честная пускай любят не любят меня это не касается в общем разуме музыка творческая музыка настоящая не просто записано для того чтобы пластинку покупали давайте-ка бабла заработаем запишем альбом мы же умеем все играть правда ну давайте сядем и чего-нибудь придумаем совершенно не так совершенно подачи другая это слышно и первый номер 1916 начинается с бешеных барабанов маршалла с бешеных просто мало такого бешенства даже в рок-музыке я встречал и бешеный же на этих бешеных барабанах бешеные звуки трубы я на карма такое начало просто думаешь ну вот все понеслось понеслось и таки понеслось несмотря на то что сравнивается и на silent way понеслось вполне себе хорошо эластик рок следующий номер как бы медленная пьеса вот как бы она немножко похожа на майлс и дэвис этого броса 69 68 даже годов гитара криса спэддинга и не на заднем плане а рядом с духовыми с басом с басовым рифом и гитара звучит так жирно чем спэддинг играет джазовые прогрессии такой жирный звук как будто струны у него с толщиной с дверной ключ такой жирный звук немножко местами похожи на веса монтгомери по звуку именно но не туда все равно не в сторону джаза а в сторону и не рока они понятно такой такой вот мощный звук но играет не никаких вот этих вот рок штучек не играет играет очень пространные такие гитарные пассажи очень красивый номер эластик рок и называется эластик потому что он все время меняется все время меняется ритмический рисунок меняется он очень очень пластичная такая музыка она не даже но неуловимая как начинаешь ее слушать считать там размера раз он уже другой уже там раз какая-то сбивочка уже другой и он все время вот так переливается меняется эластик рок следующий номер с плохо очень видно трейдж с не буду даже называть его непонятное для меня слово контрабас со смычком и акустическая гитара с пэддинга и какой-то даже не фриджаз а очень сложная около восточная около европейская с большим количеством нот на смычком контрабасе очень интересная история коротенькая но очень приятно и интересная а вот следующий номер под названием таранаки правильно я прочитал таранаки медленная пьеса условно медленно который начинается медленно а потом переходит в атаку почти роково ближе к финалу и она затягивает она безумно красиво мелодически и с духовыми из гитары из пэддинга очень красивые мелодии джаз вы опять-таки джаз вы из уходящие в импровизацию возвращающиеся и концу набирается темп начинается рок настоящий но в джазе но в джазе что очень интересно 200 трек коротенькая песка маленькая и потом крут блюз один крут блюз 2 две части это такая штука до основная часть музыки написано дженкинсом здесь и вот это самый крут блюз когда начинаете слушать вы понимаете что все что здесь сыграно вы услышите через пару лет в группе soft машин потому что дженкинс и маршал ушли и некоторую часть материала музыкального с собой унесли они вот так переработали в софт-машин стал звучать по-другому но рифы проходки кусочки мелодии они все унесены и сперва альбом и nucleus из первого из второго кстати говоря тоже так что любители софт-машин получат огромное удовольствие от этой пластинки на второй стороне главная такая пьеса torrid zone длинная тоже вроде бы похоже на майлса дэвиса но более роковой более европейской для европейского уха она гораздо понятнее и гораздо может быть даже комфортней может быть и поэтому джазмена упоротые называют все это попсой но я утрирую конечно не кто-то меня попса там но плюс попса махариш ноги страха попса но никто так не скажет но это подразумевается как бы фьюжен но понятно да тем более в европе у с уклоном европейскую музыку с уклоном в рок ну что разве этот джаз настоящий джаз очень крутой отличный гитар из пэдинга который играет функцию в принципе джона маклафлина у майлса дэвиса но маклафлин играет совершенно другие очень сложные построения спэдинг играет нельзя сказать что проще но по-другому опять-таки я повторюсь в сторону европейской рок-музыки даже я бы сказал спэдинг вообще он славен тем что у него достаточное количество рок-альбомов и достаточное количество музыки он сыграл с другими рок-музыкантами этот торрент зон стонская и последующая пьеса опять-таки медленная красивая джазовая баллада которая логически вытекает историй зонт является его продолжением очень красивая очень очень интересная штука эфмада дженкинс здесь отличился на габое в джазовом в джазовой пьесе начинает играть рок практически на габое послушайте это очень интересно это очень здорово неожиданно и понимаешь что эту пластинку ты купил не зря и слушать ты и будешь несколько раз потому что не несколько раз а много вот что я скажу и дженкинс здесь конечно дал по полный соло ногобоя удивительная очень-очень красивая очень красиво энергичная вещь вот это эфмада который переходит в пьесу написанную маршалом барабанщиком называется пьеса очень просто speaking for myself персонали и моя он опинин а и финг и состоит она из адского барабанного соло безумного просто безумного и ни с чем его сравнить ни с чем это одновременно и джазовое соло и роковое соло все это вместе и не поймешь что он играет он играет джаз или он играет рок или он ян пейс или он я не знаю там кто еще в общем очень много нот на барабане очень много безумное количество никаких таких пауз это исключено сплошной просто шквал барабанов и в конце персифон с джайв персифон с джайв весь оркестр врубается в рок фьюжн и дает настоящего такого английского британского валийского какого угодно плотного джаз-рок звучание с преобладанием все-таки рока несмотря на то что духовые солируют но такой накат на вал компот beaches brew одним словом натуральная только очень в быстром темпе и очень громко привет конечно большой милсу дэвису отсюда несмотря на то что и на silent way янкар не слышал на момент записи этого альбома услышал другие записи дэвиса наверняка он его любил как я уже говорил написал о нем книгу и слава богу выпустил довольно большое количество пластинок о которых мы и поговорим в следующих роликах во время следующих наших встреч пойду выпить что-нибудь пока